Друзьяки, привет! Сегодня мы опять на Шевченко 315. К нам обратился человек по поводу составления административного материала полицейскими. И вот мы жалобу подали и планируем узнать результат. И сейчас посмотрим. Во-первых, сейчас нас уже ждут на КПП. Сейчас устроим маленький треш. Посмотрите, как можно легко и просто пройти. А может и тяжело. А может быть нелегко. Государственные учреждения попасть. Да. Ну, в общем, как-то так. Остаемся. Мы в туалет. Скажите, а можно было не Sacrim refused? Это островок безопасности? Ну, да. Там машины не паркаются. Это островок безопасности? Смотрите, есть он дальше было место для парковки. Скажите, это островок безопасности? Да. Вы уверены? Да. А давайте откроем ПДД? Нет, я просто спросил, можно было перепарковаться? мне там стало удобно я не могу понять вот здесь на кпп то вы просто поговорить скажите не ну просто ну вы так стали там никакой остался а это у нас парковочное место там дальше чуть похож на место у нас парковочное место не я просто не могу понять я как не захожу сюда постоянно ко мне какие-то вопросы вам тут скучно скажите скучно нет у нас есть свои обязанности которые мы выполняем а какие у вас тут обязанности ну как я вам разиться но мне просто же интересно вы же вопросы задаете не ну правда вышний парковщик я не а чё вы тогда доколупались до этого пускай стоит может там еще знак 33 34 если нет там такого знака все вот так мы прошли первую позицию идем на вторую позицию будет интересно думать какой 310 это вы пригласили это просто можно просто можно просто можно просто побыть Нет, просто не можно. А что? Потому что вы не есть стороной, которая здействует разрешение. А у нас как? Свободный? Открытый разрешение. Вы не можете пребывать в этом кабинете, потому что... Мы не дополним. Вы не против? Прецедент? Да, прецедент? Так это же не персональные данные. Друзья, сначально я вас информую, что наша разговора будет фиксоваться на романе. Будет интереснее. Доброе. Так, вы, мы не закончили. Попереджую вас, что наша разговора действует на данный видеорегистратор. Вы кто? Просто вольный слухач. Вольный слухач? Да. У вас есть какие-то документы, которые подтверждают... Я уже показывал там внизу. Я что-то внизу, я не знаю, где я показывал. Ну а... Есть какие-то документы, которые свидетельствуют, что вы председатель, вам скажите, как... Вам для чего это? Потому что я запросил особу... Ну, а особо запросило товарищей. Вы не есть стороной. Я не... Я в вашей присутствии... Вы купав читали? Да что тут купав? Вон разглядается, скарга разглядается в рамках закону Украины про зверения громадян. В рамках чего? В рамках закону Украины про зверения громадян. Ознакомьте со всеми нормативно-правовыми актами. Я вам ничего не буду разъяснивать. То есть вы... Я уже... А если я отсюда не уйду? Если вы, извините, не придете, я в вашей присутствии ознайомлю, надавайте будь-якие материалы вам и вашим... Вы откажетесь? Конечно. А на что, вы будете ссылаться? Я же вам уже объясню. То есть вы человек приехал, потратил свое время, и вы, царь, одели корону. Так, не надо со мной разговаривать. Я говорю, царь, одели корону. По-друге, еще особо мое божание ознайомитесь, будь ласка, она ознайомлюсь. А то я вижу, вы в кабинетах здесь такие, все царите сидите, да? А что, а что такое, мне запрещено или что? Вы знаходитесь в державной установке. И что теперь, там что написано, что громко нельзя разговаривать или что? В каком Тоне? А как вы начали тут разговаривать? Кто я? Буду, я не буду здесь. Это мое право законное. Якое право? Так ознакомьтесь со всеми нормативно-правовыми актами. Закон о полиции, 31-я статья, часть 2-я. Будьте так любезны, ознакомьтесь. Закон о озвернении граждан. Я вас особисто не запрошу. Я запрошу вас... Задавай ты вопросы. Я вам, Ватим, я перепрошу по-батьку Вадим Леонидовичу. Вадим Леонидович, я вам подразу поведомляю. Я буду надавать материалы для ознайомления поданою вашей складной. Простите, он отказывается. Только вам и вашему, я еще не впевнюю, что вы вообще представители дома. Мы не впевнили, что вы вообще полицейские, которые имеют право разглядаться. Кто вообще из этой... Для чего вы снимаете? Я не забороняю вам ознайомления. Не забороняйте. Не забороняйте. Я для доказательского досье взагалі буду фотографии робить. Поэтому, будь ласка, мені подъявите. Я вам придерживаю. Тут мониторингу? Да. Вeschalте. Вы отдел мониторинга? Вы уверены, кто? Вы уверены, что вы отдел мониторинга? Вы подтвердите на мене голос? Так а как мне с вами разговаривать? Защикайте, вы зайшли в кабинет. И что? полиции, вы не даете никакие документы я вам обязан предоставить зайти в кабинет, я вам обязан? вы же еще сказали, что я буду слухач слухач, будь ласка, вы в коридоре давайте выделите нам кабинет я ничего вам выделять не буду вы не друг Стеценко, случайно? до чего тут Стеценко? или Орленко, которого больше тут не существует до чего тут эти особи? а потому что они этими словами оперированы я на сторонней теме, кроме Скарги Волданского не буду разговаривать не будете вообще, вы отказываетесь то бишь нам пойти на вашу жалобу на службу, мы вас информируем что в связи с тем, что мы считаем что у нас полицейские публично осуществляют деятельность мы за просылы представника пресса сейчас давайте ознакомимся, кто вы у нас я надаю вам свое службу я видео не буду, мне фото во первых я буду информировать данный документ подшивать свое адвокатское досье и отчитываться перед клиентом я просто не знаю я же уже предъявил вам вот второй раз еще, пожалуйста Манько Алексей Михайлович адвокат Алексей Михайлович адвокат Алексей Михайлович, я вам близяснюю что я надам я 34 статью Конституции сразу откройте в интернете, прочитайте удобным для меня способом, пожалуйста у меня ручки, видите, нету я хочу зафиксировать потом использовать эти данные непосредственно для составления тех или иных я не знаю, как их надо давайте я посмотрю сейчас а на какую вы статью ссылаетесь из закона о полиции мне 34 руководство, за какую статью главенствующую закону Конституции я надаю вам возможность раздневаться со службом посвященнием вы Конституцию читали? визуально вы поставьте камеру, чтобы потом было видно, что вы тут участвуете а то у вас голос тут, потом какой нибудь вариант будет рассматривать относительно ваших действий сотрудник я вам даю возможность раздневаться с моим службом посвященнием визуально пока здесь нет, мне не надо а чем это предусмотрено потому что я не знаю, в каких целях выкористает еще раз говорю, я хочу вас буду выяснить насчет с язробоведения визуально вы будете разднаемывать с обслуживания и фото не надо ни условия давайте показывать предъявляйте, вы отказываете предъявляйте сейчас вызываем руководителя кто у вас руководитель, представьтесь вызывайте его сюда вызывайте его сюда потому что Симонов у нас конфликтная ситуация вы не хотите предъявить удостоверение вы понимаете нам что, к Симонову сходить самому или что я тебе уже так буду разом ты давно в полиции Аганесян вас четко сказал что вы нарушали 18 статью закона Украины я вам не забороняю но я не знаю вы меня уже обмежуете в том каким чином я вам должен это делать как вы не забороняете я не забороняю вас пожалуйста предъявляйте 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 в разе фиксации вы должны вот так предъявить а я делаю то, что мне нужно за таких умов я вам не можу надатись а ты что будешь без условий диктовать или что мы даже не помимо кто будет я говорю ты условия я не знаю полицейский ты или нет просто сидишь в кабинете понимаешь просто сидишь в кабинете ты давно в полиции это не относится нашей темы еще раз объясняю вы будете знакомиться с материалами справок конечно я готов хочу готов просто я вам я вам разясню что эта особа не стосуется не есть стороной в рамках закона Украины образованные граждане она не мая а если тебе удостоверение покажу тебе легче станет я говорю тебе на меня жалобу подаешь я с вами в таком тонне спелкуватис да и мне не нравится твой тон еще раз говорю мне не нравится твой тон я забороняюсь снимать сошлись на норму закона где прописано да 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 у нас конфликт не хочет предъявлять препятствует существует адвокатской деятельности 34 статья конституции прочитать что там зазначено откройте прочитайте я не знаю я не знаю в каких целях вы используете данные если вы считаете что мои действия возьмем на тебя кредит я вам говорю возьмем на тебя кредит еще раз говорю ты не полицейский ты непонятно что подавайте на меня пожалуйста в суд у вас есть такое право воспользоваться подать на меня в суд если вы считаете что я сфотографировав ваше подсвечение на свой мобильный телефон буду использовать в каких либо целях вы так же не определили в каких целях для каких целей я хочу использовать где я смогу вообще его использовать я вам просто покажу сейчас телефон вот все полицейские которыми я общаюсь вот они предоставляют все выставления тут иначе чем то отличается от моего рынка все здесь есть чем отличаетесь вы от всех остальных полицейских все выполняют закон я не надаю сошлись на норму закона сошлёся я забираю все слова и ухожу с кабинета если будет прописано слушай я вам не друг слушай я вам не друг ну не друг хорошо послушай если сошлось глузовать из меня не потребно это ты глузую что понимаешь я тебе объясняю ты начинаешь Бога включать а дел корону у вас в мониторинге послушайте все таки можете спілкуватись с кем с кем с кем хочете а не с працівниками полиции ты працівник полиции покажи покажи я вам еще раз сказал что я не забороняю вам здійснювати ознайомлюйтесь визуально с моим посвящением проте фото и видео фиксации чем заборонено письмо пожалуйста забороните все ознакомлю я не буду не будешь выходи иди домой выходи иди домой Александр Иванович добрый день добрый день добрый день можно ваше посвящение пожалуйста я адвокат Манько Алексей Михайлович будь ласка мое посвящение если потребно сфотографуйте я просто фотографую все посвящения для адвокатского досье я говорю я не надаю службовое посвящение потому что я не знаю в яких селях будет використано дань я ж поясню смотри покажите удостоверение я можу быть уверен что ці особи не я вам говорю покажите удостоверение если че страшного нет покажите удостоверение вы больше кипиша сделали вы больше кипиша сделали тихонько а че присутність у моего начальника Жена Андрея давайте все ну хочешь я тебе скажу что ты сделал больше кипиша здесь ты шо думаешь что если твой начальник пришел у меня что то поменялось у меня я с человеком общался нормально он надо показал он мне не задавал вопросов да не я запрещаю а ты здесь корону включил кто я шо я что ты начинаешь так выйди отсюда иди домой ну давайте штиш Александр Иваныч объясните своим подчиненным поднимите ко мне в кабинетах общаемся в чём вопрос поднимите-ка у нас мы зайдем пусть это тут мне друг ребят давайте так вот мы все слышим друг друга в нормальном ключе общаемся без всяких этих эмоций давайте ну серьезно вы не видели вы посмотрите потом на видео как он общался на рассмотрение пришли да подожди на рассмотрение пришли да ну отпускаю и человек рассматриваю все это особо кто мы же это информовала саду я поставил посвященную я не знаю что журналисты ориеном они были готовы верю это особо инстаграм который стал процент мне ничем не запрещено мне ничем не запрещено находиться здесь нет в кабинет выходим для приема граждан граждан вернее ну если он не хочет чтобы здесь я находился мне уже аргент такое стрелял это уже это власть узнавшим лен давайте не будем переходить на то ну а у меня просто к этим людям больше нету нормального уважения если к вам пока есть еще есть какое то уважение александр михайлович держите камеру полностью отпускаю держите камеру мы общаемся можете поставить ставьте она дорогая сейчас поставим я не буду давайте еще раз спочатку предъявить у нас документ что посвящено вашу особу я могу копию копию чого надо идти в машину взять ну я подтверждю что это данная особа я типа я вам не знаю я просто давайте в рамках вот мой паспорт копия я могу сейчас до него сходить оно в машине да подъявлено оригинал оригинал подъявите мне пожалуйста копию Голданский Вадим Ванильович оригинал вы принесете да у нас оригинал скарги и вы будь ласка предъявите документ так я что ж втрече втрече что вы действуете захист интернет я бачу уже посвящение а вам мало что особо вам значило что это мой адвокат представительство интересов и захист интернет он говорит и что я конечно зачем если может лицом сказать даже если его нет то это я могу заключить чуть позже это профильный закон Украины но вас на теперече сейчас не укладывают есть конечно но зачем вам такая бюрократия я повинен быть уверен и что вы не скажете вам говорит лицо которое непосредственно лицо которое данными правами наделано сейчас еще раз покажу просто информирую даже если его у меня нет то я имею право полное предоставлять предоставлять вот вам можно почитать можно руки взять не в руки не дам не так не тут листать до двадцатого года конца года и вот жалоба да оригинал который я регистрировал оскаржение складного административного материала так это взагаля всех административных всех против всего життя у меня есть шумщик потребует ордер ордер тоже криминальная справа уже разумеет ордер предъявите пожалуйста ордер зачем вам еще договор договор есть ордер есть ордер но он так зачем есть ордер но он не относится к вашему осмотрению вот договор там зазначено что здесь захист интересов в суде согласно согласно так а в чем недоверие такое для чего тут недоверие ну просто вы как бы выходите за межи своей компетенции почему я выходит я повинен пентис УПП в Харьковске вот теперь я бачу а что вы думаете если у меня не было этого ордера вы меня не допустили к рассмотрению то вы понимали после у меня у меня это уважение на дату объективной объективной видомости в том числе видеозапись изместра подъем пояснения Но велась фиксация у нас непосредственно этого события с бодекамер полицейских. Я думаю, вы их взяли и истребовали уйти. Я указывал в жалобе вообще, чтобы пока мы с вами не разберемся, что вы не подадите в суд. Материалы, потому что они являлись непосредственными прямыми доказательствами. Вы подали уже все мои документы, у меня уже повестка пошла в суд. Я в этом вопросе, стосовно направления административных материалов для развития в суд, я некомпетентный, потому что это не входит в мои посадовые оборудования. Я объясню, что в этом случае у отдела административной практики направляю указанные материалы в суд. Вы имели право данные материалы пока не направлять соответствующим рапортом, посреди тем, что посвятила жалоба. Нет, есть вымоги наказа 13.95, которые свечают, что административные материалы... Есть сроки, но это же не для того, чтобы объектив... Там не зазначены других объективных данных, при каких материалы задриваются... По Кодексу Украины предоставительного правопорушения мы имеем право подать такую же статью. Вы знаете это место? Вы можете сходить, вы можете подать сходу, а по 13.95 материалы... Ну закон же выше, чем 13.95, вы же понимаете, да? Я вам могу дать эту статью, можете показать, пожалуйста. Статтю? Да. Какую конкретную обстановку? Вы же сами сказали, что в разе подания... А скаржите, да. Да. Мы тримаем... Что до повернения посвящения, там же вирішиться питание. Особи могут повернуть в связи с тем, что у него еще не позбавлено данного права. Нет, это право, это его право. Где там написано? Там написано, в разе закінчения 3 месяца... Что до скаржения, что до выучения посвящения водителя... За решением суду, або после закінчения... Там же не выучение водительского посвящения, а там позбавлено права водительского права и документы, это же два разных... Я вас разумею. Я вас разумею. Занюмите материалную справу, а зібраних поданий проведения переведения. Контроль маргата на 01.03.2020, скарга. Еще одна скарга, яка была подана до Департаменту Патронной Полиции. Еще раз. Решение суду, вот это, которое мы уже заняли. Вам не подано две скарги, которые не шли до управления Патронной Полиции, зареєстрованы за... Нет, одна была на Департаменту Патронной Полиции. Да, вот я вам разъясню. Вы объединили, я так понимаю, да? Объеднаемо, да. А у нас еще есть, да, интересное дополнение. У нас незаконность остановки была уже подтверждена, конечно, уже полностью, в полном объеме решение набрало законной силы. Да, копию можете себе записать, да, приобщить к материалам делом, потому что полицейские не смогли довести, чего было взагали по ручкам. Правда, ручка. Там, где они, наверное, рапортовали вам, что было остановлено из каких-то, якобы, подставок. Да, я вам сразу предоставлю, перший документ, который подключен, дисципликация силозасовов. Чтобы они были и в том месте, мы не скажем, что они там были. Да, это хорошо. Это, безусловно, на месте подъек. Оскільки вам в аскарзі порушено питание, что, как на вашу думу, працівники полиции незаконно внесли достоверные видимости этого протокола. Так, это есть. То, за исключением на представе закону Украины о президенте Города, действительно присылание вашей аскарги до прокуратури Харкельской области. Да, я пришел ответ тоже, что вы... В разе бажания можете долучить ее до материалов переверки. Я думаю, лучше, когда там отримаете что-то такое. Вы что-то отримали? Там, это что? Из прокуратуры что-то отримали? Вони нас не забывали информировать. А, ну у нас есть копии. Если не внесено видимости до... Внесено уже. Ввидимость, конечно. В РДР? Конечно, внесено. В РДР? В ДРР. Внесено уже. Я вытяг. Первое, что вот от вас слышно, это вот. Это супровидный лист, оригинал. Я вижу. А то, что показывает мне, да, я бы... Вытяг? Да, ну можно показать, что спускай посмотрите. Я просто, пожалуйста, вот внесено в видео. Вы можете долучить это до материалов? За статью 366-й сбоку полисейских. Ну, фактично, в видео, если бы вы его залучили в материале справы и объективно разглянули, вы увидели, что особа на месте згоду надает, а особа, полицейский, чует згоду, а я расцениваю ее как незгоду и вносит недостоверную информацию. Вы, полицейский, надиславли, поли-прокуратура побачила, проанализовала видео-модиалы с боди-камеры, видео-окси, генома, и зазначила, что да, действительно, нужно внестися за статью 366-й. Вы, и витяг с единого... Ну, сфотографуйте субана! Я может ксеропутализу вашего? Вы даже по останному, да? По останному бодвиню. Это вытяг из интернет-ресурсов судового влада. Та, вот это он. Мы считаем, что вы должны быть не субъективны, что вы должны быть не субъективны. Вы уже встречались с вашими объективными вещами. Я вас попрошу, давайте мы не будем всех по одни текстуре. Так, это я вам покажу, два арку шелки понемногу дали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы должны конкретизировать, что судом уже установлен факт. Как это на думку суда? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что бы вы знали Я за другую вам говорю Я за то, что суд это устанавливающий фактор который установил, рассмотрел дело, судебный процесс провел и принял решение законное А вы со ментами ставите что это его думка всего на всё А это тут причем? Просто что-то я не мог понять. У вас рапорт какой? Конкретно жалобы были или что? А вы, получается, рекомендуете? Я не рекомендую. Я прошу телевнисту раздавать эти питания, что до падения полицейной скарги, например, скасывание. Подождите, а обжаловались действия конкретного лица посудового или управление патрульной полицией? И что вы кажете? Кто сторона по справе? Вы вообще читали данное решение суда? Кто сторона по справе был? Вы помните? Ну, вы что, мы рассматривали это решение суда? Объективно. Скажите, кто? Инспектор. Причем здесь тогда УПП в Харьковской области. Видел правового обеспечения. Причем он здесь к лицу субъектов ладных полноважений, конкретного субъектов области, не был спор. Измест вам сразумено из-за рапорта? Да сейчас сфотографирую, чтобы был у нас на всякий случай что-то. Так, в моем случае... Чтобы было кофе у нас на всякий случай... Так, я вам продаю решение суда. Переверьте, че все арпуши... Вы как-то необъективно смотрите. Это мое личное субъективное погляд. Ну, так это я вам просто скажу. Поэтому вы как-то наперед сказали очень... Видеозаписы не будете разнайомливатись? Так, а что за видео? Видеозаписы с нагрудных видеорегестраторов патрульных полицейских. Инших видеоматериалов до управления патрульной полицией от патрульных полицейских? Чи от вас? На табереже сейчас не надоходит. Нет, мы эти материалы уже видели. Просто вы их... Я так разумею, в рамках подания адвокатского запыта. Ну, на дань адвоката... Ну, вы отримали эти видеозаписы в рамках... Да, проанализировали. Мы эти видео предоставили прокуратуру Харьковской области. Прокуратура Харьковской области объективно их посмотрела, увидела знакы 366-й статьи, внесли в ЕРДР. И сейчас ведется до судебного следствия в Державное бюро расследования. Я прощаю. Вот более-менее... Да, у вас я вижу какой подход. Вы считаете, что решение суда у нас... Это на ее думке. Вы считаете, что надо инициировать апелляцию. Извините меня, в управлении патрульной полиции не есть стороной по справе. Вы, получается, выходите за межи. Может, тогда надо... Все решения обжаловать. Я думаю, кто даст суд. В рамках... Суд уже в вашей действии. Это было ваше. Это в вашей действии, да. Если по ходу совместного суда производства будем оценивать деятельность, деятельность, або бездеятельность, но тут больше, как бы, перевищение ваших повноважений. Посудовый струксум. Моей, да. Я хотел бы ознакомиться, потому что вы как-то за межи выходите. Вы для того, чтобы объективно, вы даете свой субъективный погляд и какие-то рекомендации даете, которые, по-моему, выходят за межи. Можно компетенцию вашего угни вашего. В таком выводку подавать до письма по пытанию. Сейчас отказывайтесь? Ну, сейчас я иду, но ведь за здоровье не попирает живут. Ну, сейчас стало выяснено те обстоятельства, которые позволяют объективно нам... Нет, то, что ваш вообще погляд на данную роздят скарги у вас спрашивают на одну. А вы рапортируете руководству совершенно много. В рамках именно рассмотрения жалобы вы вопросы задаете, которые касаются сотрудников действия, действия... Вы правильно сказали, вы же не отдел забеспечения правового, это, который напротив, ребята сидят. В связи с мной был подан рапорт до керевництва про то, что разглядываете питание, про подание апелляционной скарги. А это причем к жалобе на действия сотрудников полиции? Потому что я вважаю, особенно, я вважаю... Так как она может относиться к жалобе, вам жалуются, что сотрудники полиции не выполнили? Все мы сразумием. Вы поняли свое действие, что вы... Это все материалы, которые были выбраны. По всей вероятности, вы ходите, да, самое же законное правило? Это все материалы, которые были выбраны. Ну, я так понял, что пока мы все смотрим, ничего вы не забрали. У вас только есть наша жалоба, у нас есть подтверждающие документы, отмены, постановления, внесения в ЕРДР. Что у вас есть, кроме рапорта? Ничего у нас нет. Ну, все. Ну, это можно заканчивать, товарищи. Вот, вот, работа сотрудника полиции. Вы скачите, вы с всеми материалами проверки узнаем вас в полном обществе. Ну, еще хотел бы пофотографировать, что там еще есть. Так, можно вот, сколько листов всего у вас проверящих, кроме наших преобладающих. Андрей Сергеевич, пожалуйста. Какие самые аркуши в Астикавле? Ну, я думаю, может, рапорты какие-то там, я так понимаю, должны были быть. Астикавле, это партнер, это партнер, это партнер, это партнер, это партнер. Мы сейчас посмотрим. И вы, наверное, мои динамористи, что такое перебивание. Я ознакомлюсь, я их предложу потом к соответствующей жалобе на непосредственно действие вас, как лицо, которое было уполномочено, а может, еще и не было уполномочено рассматривать в той или иной мере данную жалобу. Слушай, ты интереснее даже, чем ворону, я тебе скажу. Тут друг, очень интереснее. Вообще-то интересно такое, имею в виду, пожалуйста, вы какие-то права до меня тикат, взагалі. А какое мне запрещают? Я, вы, я вышли в кабинете, я вас, я до вас спилпулись на вы. Где я тебя отпускаю, до меня неэтична, неэтична спилпулись на вы. Где что, вы, что працанник полиции? Скажите, вы узнайомились с материалом? Да, у меня узнайомились с материалом. Будете пояснения, о иншах объективной ведомости додаваться? Чи уже вам по криминальному проведению? Все выкладывается безпосередньо в скарзе, в полном обществе. Мы надали вам до скарги объективные данные, которые подтверждают еще раз те, что было незаконные действия патрульных полиции. И просим у вас принести законное и оборудованное решение, которым мы в подальшем або сгодимыся, або не сгодимыся, будем поднимать в предыдущий суд. Я с материалами с берега ознайомился в полном обществе. Ну, я, если они были, то, наверное, да. Это все, и другие материалы. Тогда что нам нужно сказать? Пояснения, вы не маете номера писать по этой ситуации? Усные можете сказать еще раз, у нас в воде камера. Нет, вы можете, а вы потом придачете сюда воде камеру. А какие пояснения, если вы, ну, мы думаем, что все это додумано? У меня все в жалобе написано. Все я вас спрещу. И еще в моей жалобе. И еще в октябре видимости веду еще до материалов переведения. Зокрема, витяг. Да, я добавил еще документы, которых у вас даже их и не было. Хотя они у вас должны уже были. Они не повинны у нас быть. Потому что прокуратура Харкетской области не повинна информировать. А вы должны в рамках этого запроса перенаправление. Вы обязаны были уточнить, что же там все. Можливо, звирка, что не пришла. И мы же не знаем, что внесена видимость. Я переверю эту информацию. А можно, вы не доверяете нашим витягам? Я вообще совершенно не доверяю. Я не сказал, что риски, они не уволились. Это батрак в особенности. Они еще работают? Насколько я знаю, они еще не звенили. Потому что когда был именно с ними разговор, я слышал от них, что мы хотим уволиться, мы хотим уволиться. А вы обратили внимание, что, например, бодикамера выключалась. И когда вы запросили видео с бодикамерой, вы обратили внимание? Я слышал изначально, что видеозапросы задействовались частковые. Частковые. И это не просто камера писала частковые, а и видно, что полицейский ее выключал умышленно. А это запрещено. Наказан 10-2-6. Почему-то мы пока нас не видим в рапорте о том, что это было сделано. Хотя видим другие действия, которые вы хотите, чтобы почему-то надо инициировать обжалование. Обжалуйте. Если у вас есть такое право, пожалуйста. Но мы обратились, чтобы вы защитили право человека. А вы основным доказом хотите, чтобы вы защитили полицейских, которые незаконно остановили, недоволезаконность. Их дело оценило, и уже в прокуратуру внесли видовости до РДР. А вы просто перенаправили. Просто перенаправили. А уже срок заканчивается рассмотрение жалобы. Не забывайте, товарищ. Еще подставите стрижак, будет еще вам ответственность. Я не могу не подставлять. Ну все, доброе. Тау ты уже подставил. Своими действиями. Безматериалом. Все. Ну тоже дякую ему, что вы тут. Все. На данный момент. Все, хлопчик, давай. До свидания. Хлопчики знают, что там на воде. За пол власть. Ну так как ты себя ведешь, хлопчик. Все, пока, дружище. Народ, ну вообще, в общем, как-то так. Вот такой у нас появился очередной царечек. Алексей Михайлович, прокомментируйте вообще, что сегодня произошло. Вообще трэш какой-то. Ну действия сотрудника данного учреждения будут оценены, я думаю, высшим руководством. Ну и мы будем предоставлять данный материал в суд, который также подадим по данному полицейскому действию. И тут, скорее всего, без действия. Рапорт потом предоставим, почитайте. Ну там полностью защита идет не человека и необъективное рассмотрение дела. Ну это я вот что увидел. Из документов получается полностью только наши доказательства в том, что действия полицейских были незаконны. К сожалению, это было проигнорировано полицейским. Ну и все остальное вы увидите, к сожалению, о работе данной полиции, вот данным сотрудникам в данном видео. Всем удачи. Друзья, в общем, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в нашу группу. И если вам нужна помощь, если вам нужна помощь, пишите нам в телеву, в личку. Все, пока. Продолжение следует...